Друзья, всем привет! С вами компания SferaCar и наконец-то мы с вами добрались до автомобилей с Южной Кореи. Помимо них мы зацепим европейские автомобили, как без них. Сегодня вообще максимально интересный обзор, потому что вы можете сравнить цены автомобилей, которые мы сегодня будем вам показывать, какие в вашем городе, а какие вы можете приобрести из Южной Кореи. Погнали! Друзья, первый автомобиль это Hyundai Santa Fe. На мой взгляд, очень крутой внешний вид. Вообще, корейцы работают сейчас со всеми своими моделями, и мне кажется, они шагнули очень сильно далеко вперед в плане внешнего вида, в плане дизайна. Это у нас двухлитровая дизельная версия на 186 лошадиных сил. Передний привод эти автомобили оснащаются пяти либо семи местами для пассажиров. Помимо этого, у него есть пакет безопасности, куда включена такая функция, как Safety Exit. Это при движении в потоке, если автомобиль распознает сзади идущий автомобиль, он блокирует двери. Помимо этого, управление, крутое управление аудиосистемой, навигацией через голос и распознавание музыки. Вот такой крутой автомобиль. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 980 тысяч рублей. 2018 год. Друзья, посмотрите обязательно, сколько эти автомобили стоят в вашем городе. А вот по салону. Хотелось бы посмотреть в салоне этот автомобиль. На мой взгляд, есть что-то схожее с Mazda. Возможно, это все за счет вот этих воздухозаборников. Но напишите в комментарии, прав ли или нет. Следующий автомобиль Hyundai Tucson. Интересный кроссовер, интересный тем, что при покупке этого автомобиля, не у дилера, а из Южной Кореи, вы покупаете автомобиль, который будет собираться, естественно, в Южной Корее, а не в Калининграде. Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра, 177 лошадиных сил. И давайте его посмотрим немножечко поближе. Вот вам версия. Как сзади, как спереди, как сзади, как колесо, собственно. А вот и под капотом. Но нам что интересно? Нам интересен салон. Салон, вот здесь салон, на мой взгляд, в принципе, вот это конкретно корейский салон. Если до этого мы смотрели Santa Fe и там чем-то он был схож на Мазду, то здесь вот конкретный кореец. В принципе, за свой бюджет, а бюджет его 1 миллион 865 тысяч рублей, ну, я думаю, неплохой городской кроссовер. Итак, следующий автомобиль это Kia K3. K3 выпускалась с таким названием только в Южной Корее. Ну, собственно говоря, для внутреннего рынка. Мы ее знаем как Kia Cerato. На самом деле, этот автомобиль очень похож, ну, внешним видом на своего старшего брата Stinger. Вот, что можно сказать про этот автомобиль. Объем двигателя 1.6, 128 лошадиных сил. Максимально простой, неприхотливый автомобиль. Прошел тестирование по краш-тесту и, ну, заработал большое количество баллов. Потому что, ну, машина на самом деле максимально безопасная. 6 подушек безопасности. Вот, в целом, простой, надежный, экономичный автомобиль. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 586 тысяч рублей. Следующий седан это Hyundai Avante. 1.6 объем, 123 лошадиных сил, передний привод, вариатор. Вообще, мне кажется, этот автомобиль мечта любого таксиста. Потому что некая организация американская признала этот автомобиль одним из самых экономичных. И он сейчас даже на данный момент входит в десятку экономичных автомобилей. Вот. Что еще можно сказать про этот автомобиль? Да, что тут говорить? Давайте смотреть. А, кстати, еще. Еще есть версия спорт на 200 там с чем-то лошадиных сил. А конкретно 204 лошадиных силы. Посмотрим салон. Ну, я такие на самом деле где-то видел в фильмах или в сериалах в такси. Хотя могу и ошибаться. Ну, салон, салон такой. Ну, на твердую троечку, по мне. По стоимости этот автомобиль выходит в 1 миллион 492 тысячи рублей. На российском рынке эти автомобили известны как Hyundai Elanta. Вот и все. И неравнодушен я к мини-венам. На самом деле, очень крутой вариант. Это Kia Carnival. Ха, интересно. Вот постоянно хочется карнавалом назвать. Прям какой-то карнавал. Машина, что из себя представляет автомобиль? На мой взгляд, это сочетание El Grande и Odissea с оптикой от Mercedes и решеткой от Aston Martin. Вот такая фантазия у меня. На самом деле, тачка, ну, я так думаю, крутая. На самом деле, мы еще такие не покупали. Но обязательно купим, если вы напишите. Привезем вам этот автомобиль из Кореи. Почему этот автомобиль, точнее, почему на него стоит обратить внимание? Во-первых, эта версия доступна как 7 мест. 9 и, внимание, 11 мест. Если у вас большая семья, эта тачка точно вам подойдет. 2,2 объем двигателя. Дизель. 202 лошадиных силы. Оснащена подножками выдвижными. Два люка. Ну, все системы безопасности в плане слепых зон. Камеры кругового обзора. Ну, максимально заряженный минивэн. Посмотрим его поближе. Что нам тут нафотографировали корейцы? Ну, передняя часть, на мой взгляд, немножечко симпатичнее. Здесь какой-то раздутый виш, как будто бы. Но неплохо. Неплохо. В целом, если виш нравится, то уже неплохо. Так. Передняя часть, передняя часть. Что-то мы не так начали с вами делать. Пойдем вот таким путем. Посмотрим отсюда. Во! Открыли. Салон. Значит, что мы с вами видим? Ну, давай поближе. Где ты фотография? Где полный салон? Вы устали ждать? Я уже сам устал ждать. Потому что я затупил. Сейчас доберемся. Вот. Ну, что? Чуть-чуть я, видимо, ожидал чего-то больше. Но. Ну, и так сойдет. Видимо, весь вопрос в чем? В цене. В стоимости, да? Это, опять же, я смотрю на этот автомобиль после свежих альфардов. Возможно, мой взгляд привык к тому, как выглядит салон в альфарде. Или в алфаере. Или в степ-вагоне. Для меня этот дизайн салона более привычный. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 945 тысяч рублей. Да. Все-таки здесь он победил. В плане посадочных мест, в плане стоимости этот вариант победил альфард и вэлфаер. Но. Но. Тут уже на ваш вкус и цвет. Поэтому погнали дальше. Так. Следующий вариант, друзья. Это Hyundai Grand Starex. Интересный автомобиль, потому что корейцы предоставили выбор вам. Есть три версии. Первая версия. Это коммерческая. То есть, для картошки, для коробок, для, не знаю, песка, цемента, что угодно туда кладете, все везете, увозите. Есть версия пассажирская. Для семьи, для друзей, для отдыха. Сели, поехали с комфортом. А есть для таких вот людей премиум. На 9 посадочных мест. Для каждого отдельный подголовник, подлокотники, телевизор и все. В общем. Ну. Высший уровень. Вот. Собственно говоря, вот что предоставил Hyundai. Оснащен этот автомобиль двигателем 2,5 литра. Мощность 145 лошадиных сил. Автомат задний привод. Вот, собственно говоря. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 20 тысяч рублей. Внешне, по салону, он похож чем-то на... Ну, давайте открою. Скажите сами, на что он похож. Но, на мой взгляд, это хайс. Это точно хайс. Ну, что-то вот такое нейтральное. Ну, и все. Погнали дальше. И вот вам европейские автомобили подъехали. Пожалуйста, BMW первой серии. Интересный нюанс. Если вы хотите бензиновую версию, то все, обращайтесь и мы вам привезем. Только не из Кореи и только не с левым рулем, а с Прам и из Японии. Потому что на рынок Южной Кореи почему-то только дизельные версии с объемом двигателя 2 литра, 143 лошадиных сил, автомат. Вообще, автомобиль для повседневной езды с нотками спортивного такого вот интеллекта, скажем так. Что еще интересного про данный автомобиль можно сказать? Давайте перейдем к цене. Потому что цена 1 миллион 863 тысячи рублей. В принципе, для европейской части этот автомобиль, ну, вы наблюдаете их каждый день. Для нас, для дальневосточников, для Приморья, ну, если увидеть такой автомобиль на дорогах общего пользования, то, скорее всего, ты вот так вот будешь вот так вот делать. Поворачиваться, смотреть. Собственно говоря, давайте посмотрим по салону. Вот, собственно, и салон. А что, ну, посмотрели. Салон как в BMW. Чего вы хотели-то? Ничего необычного. Качественные, хорошие материалы. Все интуитивно, понятно. BMW, что ты скажешь. В общем, какова суть? Хотите правый руль, точнее, хотите бензин, вперед за правым рулем в Японию. Хотите левый руль, то только дизель. Итак, последний автомобиль на сегодня. Это Volkswagen Golf. Старейшина немецкого автопрома. Просто ветеран еще вот с такой бородой. Почему? Потому что этот автомобиль выпускается с 1974 года. И вообще считается одним из самых продаваемых автомобилей, ну, из линейки Volkswagen. В 2013 году был признан лучшим автомобилем года. Вот такой аппарат. 1.4 объем 140 лошадиных сил. Робот, передний привод. Эти версии также доступны. Ну, у них, на самом деле, очень много модификаций. Это 1.6, 2 литра дизель. Есть 2 литра на 220 лошадиных сил. А есть комплектация R на 300 лошадиных сил. Вы представляете, что это за бешеная просто табуретка? По поводу Golf, по салону, я думаю, здесь все примитивно просто. Ну, как в Volkswagen. Ну, неплохо, неплохо. Мне кажется, комфортно. И здесь это, я думаю, не самое главное. Самое главное, как он едет, как он держит дорогу. Но, если это версия 1.4, то просто практичность и экономичность играют большую роль в этом авто. Стоимость его 1 миллион 616 тысяч рублей. Вот и все, друзья. Друзья, закончили с первой частью автомобили из Южной Кореи в сегменте до 2 миллионов рублей. Если вас интересуют какие-то интересные машины на левом руле, пишите вот сюда в комментарии. Мы обязательно либо покажем их вот здесь в вам видеоролике, либо позвоните, и мы вам ее привезем просто. Вот и все. И хотелось бы упомянуть немаловажный момент по поводу осмотра автомобилей. Как это происходит в Корее. Наш инспектор, независимый в Японии, едет к автомобилю, осматривает, делает видеоролики, все детально вам фотографирует, предоставляет отчет инспектора. То есть, там прописаны все нюансы по автомобилю, страховые случаи. И вы на основании вот этих выводов уже принимаете решение покупать или не покупать автомобиль. Ссылочка на осмотр автомобиля будет здесь наверху. Ну, а мы с вами прощаемся. Контакты в описании. Ссылка на WhatsApp здесь сверху в углу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok